здравствуйте друзья у нас тут в соединенных штатах сегодня с утречка неожиданное такое событие произошло состоящее в том что президент трамп запретил запретил службу в вооруженных силах людям которые поменяли пол ну скажем был девочкой стал мальчиком и хочет в армии служить вот такого плана и основанием для этого является то что какой то есть вот дополнительный расход который совершенно не нужен медицинского характера то есть когда там просто все там мужики там и парни и девочки то это как бы один медицинский расход на если еще вот люди которые меняли пол то там еще есть какой-то дополнительный медицинский расход я не знаю тонкостей правда но известно что расход дополнительный есть и он оценивается там в несколько миллионов долларов ну там нет нет четкой цифры но там там от трех там до 6 миллионов долларов в год что по армейскому бюджету как бы просто не деньги никакие вообще и армейское начальство говорит что вообще это не порядок потому что мы не смотрим на какие бы то ни было вещи за исключением за пределами того что человек может или не может эффективно нести службу вот это важно все остальное нас не касается армия это не социальное какое-то такое место и в общем мы мы совершенно этим не интересуемся разрешение служить для вот transgender людей было дано администрации обамы год назад и видимо вообще какое-то какая-то патология существует у трампа в отношении всего что сделал обама иначе объяснить это никак нельзя потому что вооруженные силы провели исследование то есть было проведено исследование пришли к выводу что в общем никаких противопоказаний нет действительно там есть какой-то дополнительный медицинский расход был очень очень несущественные в общем вот год назад примерно вот это в июле что ли прошлого года было принято решение разрешить и там сейчас я боюсь там цифры какие-то публиковались там около трех тысяч может быть вот вооружен в сервисе людей вооруженных сил от сша которые вот такие трансжендер я видел материал на эту тему сейчас много почти все на эту тему что-то пишут трамп когда свою кампанию избирательную проводил год назад он говорил что в отличие от клинтон которая хочет угробить вот это вот лгбт комьюнити он как раз стоит на страже их интересов и он как раз вот их будет продвигать там и все такое что конечно довольно необычное такое позиционирование для консерватора то есть консерватор обычно к этому плохо относятся как бы не вот неестественно до противоприродное там и тогда вот и вот он стоит с таким с флагом лгбт на каком-то митинге выступает на по моему да по моему какая-то сходка была большая и он там пришел выступать и вот там был такой флаг лгбт так в виде радуги и там на желтеньком на светлом фоне там было написано lgbt for trump да то есть вот он с этим флагом стоял такой неожиданно неожиданный такой вираж практически ничем не обоснованный ну то есть трампа мотивирует это тем что вот совершенно ненужные расходы с этим связаны и это вот неправильно а там уже служат люди и в общем да больше того значит был какой-то запрос от республиканских сенаторов был запрос по поводу того почем это все выходит как бы еще раз посмотреть на дополнительный расход то есть одно дело прогнозировать а другое дело тоже как бы в реальности что за год вот там у них произошло но никто не требовал отмены то есть даже республиканские сенаторы которые как бы интересовались вопросом они год но мы не требовали отменить этого ничего в ней даже в мыслях не было и в общем вот такая такая странная такая странная картина дело не в том что допустим вся страна только и думает о том как бы сделать жизнь более комфортный вот там для той группы или для этой у всех свои дела но ну как бы уже что-то сделано вот отменять очень сложно давайте гораздо проще было бы например не разрешать службу вот так вот там допустим трансджендер не разрешать службу в армии я помню время когда мы уже жили в сша и была избирательная кампания в девяносто втором году когда клинтон был избран первый раз и вот он начал в январе 1393 он начал служить и вот в это время очень-очень остро жестко обсуждался вопрос вопрос о том чтобы вообще разрешить геям гомосексуалистам и служить в армии потому что это было запрещено они наставили чтобы это разрешили и клинтон тоже как бы значит говорил что он это поддержит и там такая тонкая линия была потому что их спрашивали там ты такой или ты не такой если он делал я такой его отчисляли из армии и клинтону не удалось сделать просто чистый чистую отмену вот этого всего то есть то что то что ему устраивать удалось реально сделать но вот как бы никого не устроило так до конца потому что правило изменилось таким образом его не спрашивают является ли он геем но если он открыто сам решит об этом сказать то его из армии отчистки вот то есть политика изменилась только в том смысле что их перестали спрашивать но им не дали свободу самовыражения поэтому значит лгбт комьюнити было недовольно тем что обещали и не сделали а те кто консервативные они уже им вы даже то что сделали прыгал один что им тоже не нравилось и это было всего-навсего 25 лет назад но с тех пор уже такие подвижки произошли в отношении вот к этому всему вот для того что уже когда конституционный суд признал да значит их право на создание браков уж не то что там и уже так далеко это все ушло отнять нельзя ну вот но есть и есть отнять невозможно также как нет невозможно отнять там я не знаю пенсию по старости невозможно отнять на медицинское обеспечение по старости ничего отнять нельзя из того что есть поэтому что ж тут скажешь даже я не знаю я с большим интересом буду наблюдать за тем что будет происходить и если вам интересно значит я вам буду рассказывать но меня удивило это очень не потому что он что-то кому-то обещал может и мой ну на то и политики чтобы кому-то что-то обещать и потом не делать когда тебе нужны голоса ты уже и к этим пойдешь и к тем пойдешь и всем будешь обещали луны черным обещал хотя черный 90 процентов всегда голосует за демократов но он черного чего он говорит вам вам говорит братва гид вам терять то нечего что он теряет вам то точно терять нечего давайте за меня голосуйте вот а я уже там вами займусь хоть как you people get вам же вообще терять нечем поэтому ну ладно там пообещал да понятно что они за него не голосуют если мы посмотрим как голосовала калифорния например то если за клинтон по калифорнии голосовала что-то там процентов 65 пока в кремниевой долине 75 а в сан-франциско если мы уже тогда там гбт то в сан-франциско 90 процентов голосовала за клинтон это абсолютно не те люди может он отомстить хотел я даже не знаю вот но правда совершенно непонятно не укладывается то есть может быть она конечно и не нужно в том смысле что ну может он так раз и вот сам ну вряд ли сам но но есть же люди армейские есть люди там ближайшее окружение какие-то людей может он как-то без них обошелся честно не знаю вот я не знаю механизма власти совершенно далекий от этого человек но когда утром в газете я прочитал я подумал я пока не буду высказываться а посмотрю чего пишут на эту тему и вот почитав чего на эту тему пишут я вижу что и республиканцы им как-то неудобно то есть республиканцы не хотят выглядеть как люди ну имеется официальные люди там сенаторы губернаторы тогда конгрессмены они не хотят выглядеть как вот вот люди которые допустим агрессивно настроены в отношении там тех или этих то есть они они как бы достаточно лояльно себя ведут и никто не хочет отвечать за это потом понимаете вот один человек решает ни с кем не посоветовавшись они теперь должны как-то объясняться и и конфронтации с ним с президентом от своей собственной партии они не хотят ну как бы не не хочется вот и будем будем посмотреть и ну в общем странно мне мне вот как человеку который живет соединенных штатах например и как бы сказать который пропитан как бы системой отношением к системе пониманием системы знанием того как она обычно функционирует и так далее я могу сказать что это запредельно необычно это запредельно не в рамках общества в котором мы живем в котором мы живем и я думаю что этого есть цена какая конечно политической цены для трампа наверное в его сознание я не знаю наверное никакой нет потому что конкретно вот там скажем вот вот лгбт за него и так не голосуют но правда вот чё хочешь может быть хоть что-то им делай вот но с другой стороны вот эта поляризация она не не симпатична многим другим людям которые не имеют никакого отношения к лгбт но тем не менее им не нравится когда происходит какие-то вещи которые ведут к обострениям к тому чтобы отнимать права у людей как-то вот антагонизировать общество и так далее я думаю что этого есть какая-то политическая цена мы посмотрим нож такая вот история друзья так что хотел какой-нибудь анекдот рассказать к этому делу к этому делу нужно много анекдот рассказать но я подумал что вы сами знаете анекдоты и может быть даже и чё-нибудь и расскажите вот в комментариях к нашему видео я на самом деле когда в это рассказываю все да пойдет я шучу но мне на самом деле очень важно как это у вас там откликается то есть когда вы пишете комментарии свои и говорите вот я вот я там согласен не согласен а у нас там в новосибирске вот так или был я вот тут однажды в испании и там видел меня самом деле очень интересно все это читать и 2 и мне приятно знать что народ как зажегся темой у нас есть тема на канале когда вот я делаю видео даже и в голову не приходит что она вдруг как-то так зацепит много людей и когда это происходит я так немножко удивляюсь и радуюсь тоже в общем такая вот история друзья счастливо